Привет, друзья! Вы на канале Оля Сорока, а мы сегодня снимаем сладкий обзор в кафе-ресторане «Чистая линия» с видом на Тверскую. Зацените, как вам видончик. Обосвящен наш обзор будет десертом с вау-погачей. Погнали! Это у нас писташковый мус, приготовленный вкусного и творожного сына, добавление писташковой пасты, внутри клубничная и малиновая ночь. Можно сказать спасибо. Спойлер был маленький. Все уже выяснили, что там внутри. Такой вот десерти. Так, ну что, друзья, давайте его пробовать. Крошечка песочная. Режем. О, лавина! Просто лавина! Класс! Как это есть? Все вытекло у меня. Это, кстати, называется кули. Да, это кули. Когда по консистенции жиденькая, это у нас кули. Да, кстати, внутри даже нет корпуса шоколадного. Кстати, вот эта песочная крошка, она тоже писташковая. Прикиньте, там прям кусочки писташки. Так, ну писташковый мус, он такой не навязчивый, в принципе, не яркий, но это хорошо, что нет каких-то посторонних примесей. То, что начинка жидкая, это прям, вот я не знаю, 5 с плюсом, жирный плюс. Вот сохранить вот это, то, что я всегда говорю, что без корпуса, без шоколадного мы сохраняем жидкую начинку. Значит, это все-таки возможно. Почему в основном рестораны запихивают сначала шоколадный корпус, жидкую начинку, честно, я не понимаю. Вот, пожалуйста, все получилось. Жиденькая начиночка и без какой-либо корпусной шоколадной истории. Мусик прекрасный, нежный. Крем-чиза я, кстати, там не чувствую, что хорошо, потому что от крем-чиза, честно, я устала. Тончайший велюр. Вот эта крошка солоноватая, прям с натуральной писташкой. Класс. Когда ешь отдельно мусс, отдельно конфи, наверное, не вызывает прям такого суперэффекта. А когда вот именно все вместе, с солоноватой крошкой песочной, с нежнейшим просто кули, малиново-клубничным, и вот этим муссом, писташком, все вместе это прям создает реально вау-эффект. Что у нас по стоимости-то? 590 рублей. Ну так. Хотите, кстати, еще прикол? Этот десерт, он без сахара, вы представляете? То есть он не содержит рафинированного сахара, без приготовления белого сахара и глютена. Так, а за счет чего тогда вот этот песочек? Наверное, она на безглютеновой муке, я так понимаю. Слушайте, классно, интересно, какой там сахарозаменитель. Сейчас придет наш Никита, и мы у него спросим. Опять с плюсом я за что дала? За жидкую начинку. И еще один плюсик за то, что там нет глютена и сахара. Это прям классно, что есть такая опция, есть такой десерт в меню. Так, ну давайте пробежимся по меню. Шеф-кондитер, Сануков Сергей, не знаю такого, если честно. Естественно, все виды мороженого здесь присутствуют. Все-таки это чистая линия. Кстати, интересно было попробовать фисташковое здесь мороженое. Вот видите, сколько много мороженого. И даже есть сорбеты. Ну и переходим к десертикам. Конфеты ручной работы. Крем-прюле. Маковое. Мы его не заказали. Но так как мы все-таки по вау десертам, поэтому у нас своя программа. А вы, если хотите, можете прийти и попробовать здесь все десерты. Райфлы. Наполеончик тут есть с заварным кремом натуральной. Ванилию. Видите, как они это подчеркивают. Ну, кстати, в меню цвет более такой фисташковый, да? Заметьте. А в оригинале он такой не фисташковый, а зелененький все-таки просто. Так, а это у нас что? Наверное, просто шоколад. Молочный? Ой, молочный, белый шоколад. Очень вкусный. Так, ребят, я узнала у Никиты, у нашего официанта, что фисташковое пирожное сделано на изомальте. Это такой сахарозаменитель, с которого делаются леденцы. Ну, он менее сладкий, чем сахар. Когда он не поднимает сахар в крови, но содержит калории. Так что имейте это в виду. То есть это не пустышка, не ноль калорий. Очень вкусный десерт. Ой, будешь пробовать? Я ее съем сама. Ну, так вот я и доела все. Так, ну что, представляю вашему вниманию медовик. Вау, подачи. Посмотрите, из улей это, мне кажется, безешка. Капает мед. Уже, наверное, ну вот сколько прошло минут? Ну, наверное, 5, да, прошло? Да. А он все капает и капает. Так хочется. Смотрите, здесь еще шарик мороженого, радужного. Честно, я не ела мороженое, не знаю уже сколько, очень давно. Но знаю, что чистая линия, у них чистый состав, поэтому с удовольствием вкушу. Что здесь у нас только нету в медовике? И маракуйя, и вот это вот кули, по-моему, облепиховое кули. Прикиньте. Капельки маракуйи. Это у нас, наверное, апельсинка или грейпфрут. Вот, и шарик мороженого. Начнем, может быть, с этой штуки. Как это есть вообще? Ммм, прикольно. Ну да, безешка, как я и сказала. А это у нас... А это реальная карамель. То есть не из-за мальт, а именно жженка карамель. Очень вкусно. Потому что я думала, что будет что-то безвкусное. Нет, вкусненькая карамелька. Так что можно даже с собой попросить. Короче, как я люблю. Я люблю разбирать все на запчасти. Вот эти все десерты с вау-эффектом. Их прикольно вот так вот, как кубики-рубики, разбирать. Вафельное сло там. Ааа, класс! Такая тонюсенькая. Ой, ну что, мой любимый медовик. Давайте тестить. Кстати, посмотрите, правда, как красиво оформлено. Настоящая такая ресторанная подача. И капельки. Вот такая геометрия. Так, сколько тут? Три коржика, да? Раз, два, три. Такой он невысокий. Но, надеюсь, очень вкусный. Фантастический. Знаете, у меня сейчас такая реабилитация после медовика из Алекса Милана. Это просто фантастика. Какой он вкусный. Ребят, это идеальный медовик. Идеальный медовик со сметанным кремом. Все, Леша, я его ем до конца. Даешь, какая разница. В тебя много, все равно не улезет. Три остальных яда доем. Как вкусно. По сладости, кстати, тоже хорошо. Медовость присутствует. Такая неяркая, но она присутствует. А в зачетании с апельсином тоже очень классно. Апельсин сочный. И с легкой такой кислиночкой как раз перебивает, наверное, медовую сладость. Так, ну давайте с мороженым попробуем, раз нам его принесли. Наверное, в этом есть какая-то логика. Интересно, но слишком молочное прям. И, наверное, холод как-то отпугивает, что ли, медовик. Ну, не знаю, мне кажется, здесь все-таки шарик мороженого лишний. Но так как все-таки чистая линия это про мороженое, то, ну, все логичненько. Но, повторюсь, холод меня отталкивает от медовика. Медовику, наоборот, что-то хорошо теплое. В идеале какой-нибудь чай, да, такой горячий. Но не мороженое. Ну что, ставим оценочку. Конечно же, пятерочка. Ну, за подачу, как это, с плюсом. Короче, сегодня, я чувствую, будут все десерты у меня отличненькие просто. Давайте свои зачетки, всем буду ставить отлично. Так, ты давай, какие отличные-то. Опять тебе скажут под предвзятости. Сразу говорю, никто ничего не платит, никто ничего не дает. Все на свои. Леша, ну вот попробуй сам. Пробуй, пробуй. Ну, прям вкусный медовик, тоненькие коржи, сочные, пропитанные. И сметанный крем, чисто сметанный. Ну, ладно, вроде действительно вкусно. Я буду ее останавливать, если я. Мой главный контролер. Так, сейчас чувствую, у меня цена немножечко взботрит. Давайте посмотрим, сколько стоил у нас медовик вот с такой вау подачей. 640 рублей. Ну, как вам, 640, ребят? Много, мало, что скажете? Ну, тут как бы, да, такие все десертики, собственно, по такой стоимости. Ну, ресторанная цена, собственно, чего мы хотим? Мы сейчас все-таки в ресторане находимся? Да. На Тверской, сердце столицы, можно сказать. Дорогу перейти, и там уже Красная площадь. Медовик топчик, рекомендую. Ай, какой он огромный. Огромный, я думала, там будет вот такая вот сфера. Оказалось, еще побольше. А там такой же большой десерт будет? Не сказал бы, что это большой, но такой же вкусный. Так, давайте, маленький инструктор, что надо делать? Аккуратно поливайте сначала бакуру, а потом выливайте в центре. Главное, чтобы сфер была такая большая, не тонкая, а большая. Иначе сфера раскроется непропорционально. Да, там такой запах шоколада, теплый, как будто горячий шоколад. Это просто шоколад? Горячий шоколад. Блин, смотрите, какая милота. Я радуюсь, как ребенок. Так, ну все, пожелайте мне удачи. Не страшно? Я что-то не так делаю, да? Чуть-чуть больше, я быстро, я побольше. Вы в меня верите? Теперь можно. Класс! Смотри! Ну, как должно было быть? Я справилась? В принципе, справились, но не было, но не было, но, наверное, отбилось. Поэтому я все равно. Если хотите, чтобы там было очень сладко, можете вылить. Прямо мороженое, чтобы оно застыло. Ну, давайте. А, вот сюда. Вот оно застыло уже! Это примерно по тому же подобию, как у вас делаются эскимошки там, да? Да, то же самое. Тоже горячий шоколад, акунается мороль. Ну, давайте полностью польем. Что, я не кондитер, что ли? Класс, спасибо! Какой у вас вообще самый популярный десерт? Их два, это «Сказочный лес» и «Показочного леса». И она, да? Уже вот недавно появился медовик. Блин, медовик очень вкусный. Там сметанный крем? Да, я угадал. Ой, что, ну, удивили, скажу я вам. Не играла даже. Я, конечно, еще та актриса, но сейчас у меня были реальные эмоции. Во-первых, я не ожидала, что он такой будет большой, этот шар. Это не шар, это прям футбольный мячик, я вам скажу. Реально застыл шоколад. Смотрите, все, корка. Тук-тук, можно постучать. Придете сюда, если будете заказывать эту сферу. Скажите, что вы уже видели, как ее подают. И сможете сами это сделать. Ничего сложного? Ничего сложного. Я-то как же понтую, знаете. Так, ну что, реально эффектно. Десерт тоже внутри, в принципе, не маленький. Тут же еще шарик сверху. Так, 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 так. Вау, ребята! Короче, всем любителям жидких центров посвящается. То есть мне. Я люблю вот это внутри, когда текучесть, такая карамель. Ой, кайф какой! Почему-то черную смородину недооценивают вообще рестораны и кондитерские. Потому что это такая яркая ягода. Такая красивая на цвет, посмотрите. Так редко встречается, а зря. И я вот наконец-то буду пробовать, наверное, даже впервые черно-смородиновый десерт. Я что-то не припомню, чтобы у нас в Абзуре они были. Давайте пробовать. Блин, такой кайф! Это, кстати, собственно, о чем я говорила вам, что я люблю сочетание черной смородины и мороженого. Это вкус моего детства. Мусс, кстати, ванильный, но он похож на птичье молоко. Потому что он такой очень как суфле, так плотноватый прям, да. А тут еще под мороженым, смотрите. Какой-то тоже мусс. Не понимаю. Короче, что-то цветочное. Сейчас Никита придет, спросим. О, ощущение, что фиалка, ребят. Так, в основе у нас обычный бисквит. Самый простой бисквит, самый классический. Кстати, обычно я что говорю? Зачем тратят столько много шоколада? Но здесь оправдано. То есть мы видим, что его здесь реально очень много. Это все шоколад. Тут еще песочка шоколадная. Я даже ее не заметила. И голубичка. Короче, это какой-то рай для сладкоежек. Видите, сколько шоколада? Это все шоколад. Я, кстати, не фанатка шоколада, но... Вот такой растопленный. Ребят, это очень вкусно. Мой кайф. Да, возможно, суфле вот это, оно могло бы быть понежнее. Но, грубо говоря, у меня ощущение, что это птичье молоко. Очень похоже. Обожратушки можно. Это реально на двоюх десерт. И цвет такой красивый, да, сиреневый. Прям много. Интересно, это будет мой фаворит или нет? Сколько он стоил? 790 рублей. Медовик стоил 640. Это 790. Ну, короче, на двоих берите, и мне кажется, хорошо. Вот видите, как он на две части разложился. Будешь пробовать? Мне нравится твое видение десертов. Черная смородина в тему. Черная смородина вообще в тему. Топчик, ребят. Ну, пока мне правда все нравится. Кстати, когда я договаривалась о съемках, даже не было намека на то, чтобы мне отказать. То есть, вообще, сразу же, конечно, приходите, когда вам забронировать стол. И вот эта уверенность, она сразу же говорит о чем? Что чисто ли не уверена, в принципе, в своих десертов. Я, конечно, там могу придираться. Ну, хотя пока даже придираться, честно. Нет, чего. Так, ну-ка, возьми себя в руки и придирись. Ну, я не знаю. Смотри, порции большие. Ну, единственное, что цена, да, наверное. Ну, посмотри, вот это целая тарелка. Это не маленькая десертная тарелка. Я так никогда не буду подписчиком. За мою доброту? Да. За мои зеленые глаза. Слушайте, я даже не знала, кстати, что чисто линия. Ну, почему-то мне казалось, что это что-то такое, знаете, алиостоловка такая. Хоть несмотря на то, что они в центре. Но я думала, это все-таки ближе к кулинарии, да. Ну, подают максимум мороженое. Для меня это было прям открытие, что здесь в меню, вы видели, на первой странице уже идет шеф-кондитер. Очень редко, когда в ресторанах прям лицо показывают, кто стоит за десертами. Ну, видимо, как бы на это был упор изначально, на десерты. И странно, что мы все это время не были здесь. Ну, это удивительно просто. И дошли, наконец-таки. Все, видите, все, как я люблю. Это десерт идеальный для меня. Навести хаос просто, понимаете? Чтобы максимально был хаос. И что, я сейчас продолжу и ставлю это. Там еще какая-то штучка, вот видишь? Лавандовая. Что это? Я не понимаю. Короче, надо звать на помощь Никиту. Никита! У меня вопрос. А это не птичье молоко, случайно? Нет, это идет ванильный мусс. Ну, вот прям похоже, как суфле. Именно это ванильный мусс, да, с кусочками на суфле. Но очень похоже, согласен сам. Так, и еще один вопрос. Что же? Вот это сиреневенькое? Это что-то цветочное? Какую-то фиалку мне напоминает, нет? Нет, это не фиалка. А здесь в мороженке что? В мороженке, это когда-то с вишневым, и так же кусочки. А, там вишня? Да, я вообще вишню не почувствовала даже. Вот такой прямой. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. А, может быть, конечно, да, что-то вишня какая-то и чувствуется. Но, не знаю, очень отдаленная и, возможно, как ароматизатор какой-то вишневый. Ну, то есть я не чувствую натуральные ягоды. Оттого, кстати, возможно, я избилась, потому что, как правило, вот всякие там цветочные эссенции, они очень яркие. Поэтому мне, возможно, и показалось, что здесь фиалка. Видите, нет никакой здесь фиалки. И не птичка эта. До свидания. Видите, я уже тут даже сдружилась, можно сказать. Они такие красивые женщины, прям вот роскошные. Они заходят и говорят, ой, вы такая красивая. Я так сразу же засмещалась в глазки. О, да, Леша? Как ты умеешь? Вкусненько, да? Да. Сладим, вкусно, да. Чуть мы перешли на обзоры каждую неделю, я так могу их подобрать немножко. Слушай, да. А, нам надо что-то периодически устраивать, какие-то разгрузочные обзоры, разгрузочные дни. И знаете, например, кстати, у меня появилась идея делать обзоры на аналитики. Для того, чтобы похудеть, надо нагрузочные дни устраивать. Не уводишь в заблуждение. Подожди, да я договорю. Ну еще чего? Сбил меня с панталыгу. Откуда я тебя сбил? С панталыгу? Как правильно? Господи. Короче, и делать какие-то, может быть, обзоры каких-нибудь зож вкусняшек. Ну, как вы на это смотрите? Ну, то есть, что-то там такое, типа, на природном сахарозаменителе, что-то там на сахарозаменителе. Или нет, или будем топить доталово и делать на обычном сахаре все, все обзорчики. Это у нас райское наслаждение. Райское наслаждение в чашечке. Да, сезон фрукты, кокосовый крем. Крем из белого шоколада и два кусочка колбаски. Хотел сказать, два кусочка колбаски. Блин, ну как вам? Можно это взять, интересно? Ладно, будем кусать. Вот так. А вот я поймала, у меня хорошая реакция. Ой, что-то такое жирное-жирное сверху. Какой-то крем вот этот вот жирный-жирный-жирный. Не пойму. Кстати, а вы посмотрите, какая тонкая-тонкая корочка у этого стаканчика. Вообще, просто тонюсенько. Там все жидко, ребят, смотрите, там все жидко. Короче, давай польем. Мне нравится, что здесь можно с десертами делать, что ты хочешь. Понимаешь, вот как ты это видишь, так и подавай. Приносите кусок торта, что ты с ним сделаешь. А тут хочешь ручку отломай, хочешь полей, хочешь залей, хочешь шарик убери. Режем чашку. Так, короче, пробуем жиденькое. Это что-то на кокосовом молочке. Растаявшее мороженое как будто бы. А вот это... Это пломбир, по-моему. Да, обычный пломбир. Ладно, как будто бы, знаете, я каждый раз какую-то викторину сама себе устраиваю. Давайте оценивать просто вкус. Не мой десерт, скажу я вам. Очень сливочно. Как будто сливки под разными соусами. Мне не хватает какой-то ягодности, наверное. Хотя здесь сверху лежит ягода. Не поняла я его, честно скажу вам, ребят. Хотя прикольно, что смешение текстур. Сверху плотный крем. Такой ближе к масляному. Потом дальше идет такой полужиденький, кокосовый, как будто растаявшее мороженое. А на основании идет прям пломбир, пломбир. А, и вот еще, да, у нас мороженое. Походу это просто пломбир из шоколадной крошки. Да, простой пломбир. Ну, на дне очень вкусное мороженое. Вот это, наверное, будет первый десерт, который мы не доедим с вами. Не знаю, он меня не покорил, мое сердце. Посмотрим, сколько он стоил. 890. Это, по-моему, дороже, да, чем была даже сфера, насколько я помню. Да, сфера 790. Смотрите, как мы идем с вами по нарастающей. Следующий будет 990. Короче, что-то я не поняла прикола. Да, если, кстати, вы любите еще белый шоколад, то, возможно, вам этот десерт понравится. Я и белый шоколад не люблю, и в таком количестве мороженое, не знаю, не ем. Кстати, вот это кокосовый крем написано. Но, поверьте мне на слово, это просто чуть-чуть подтаявшее мороженое. Надо все это запить моим чабрецом. Сладковатенько как-то. Ну вот, как-то все. Вот не было у меня вау-эффекта. Хотя, наверное, интересная подача, действительно. Затем интерактив был, поиграй с мороженым. Ну да, интерактив был, чуть не разбила эту кружку. Вот попробуй вот этот крем, который жирный, что-то скажешь. Он вроде и не крем-чистый, вроде и не скарпоне. Что-то такое вот. И не масло, не пойму. Такие супер жирные, напашные цветы. Кстати, он по массе довольно большой. По массе большой, действительно, потому что сама чашка, она шоколадная, она огромная. Я вообще смотрю, здесь все десерты на двоих. Если бы у меня была бы возможность назвать мой обзор двумя названиями, то второй был бы точно десерты на двоих. Самое интересное нас будет ждать в конце. Да, это шоколадная. Ммм, вы бы видели. Упал кусок мороженого на камеру. Чипа. Камера тоже хочет попробовать. Говорит, все, жрете, жрете. Знаете, о чем я сейчас подумала? Мы ждем наш последний десерт. Во-первых, это очень жирный был десерт. Я сижу, мне прям, честно, здесь вот уже встал. А у меня еще один десерт. Надеюсь, он будет легкий. Так вот, мы понимаем, что в принципе ни одного свободного столика нет. Встает вопрос. Тут только десерты? Потому что для кондитерской это прям был бы успех, чтобы полная посадка. Давайте возьмем меню, посмотрим, что здесь из обычного солененького. Так, закуски, салаты, супчики. То есть, в принципе, и горячее, и первое, и второе, и компот. Все есть. Ну, в целом, наверное, цены московские, я бы не сказала, что прям как-то супер дорого. Причем с упором на такую итальянскую кухню, я так понимаю. Ризотто, паста. Веганский только зеленый салат. И все, ребята. Ладно, ждемся наш аффектный десерт. Десерт называется «Сказочный лес». Такой же в ОМГ-кафе. Помните? С дымом. Здесь будет... Что здесь будет? У меня уже, прикиньте, вот поел четвертый десерт, все, у меня уже мозги не работают. Я уже не связанную какую-то речь говорю. Сахар ударил в голову, и все, и хочется спать. Такой же, короче, десерт. Умеете спать сидя? Калории накидалось и сидит, втыкает. Причем у нас тут оборудование, свет, так со стороны смотришь, всего куча. Миллион народу. Сначала она приходит, стесняется, потом уже спит просто под лампой и ей по барабану уже. Адаптировалась. Все. Ой. Дождались. Я сама поднимаю? Дети сами. Оно не обжигает? Давай. Получается эффект? Вау. А что это вообще? Это сухой водой. Ааа. Хорошо. Вау. Да? Надо сделать. Ну, наверное, здесь даже, возможно, эффектнее, чем был мой дом. Там просто больше было его, а здесь его как будто бы дольше. Ёжики в тумане. Там, по-моему, это было по-другому реализовано. А что по цене? Там, кстати, стоил он в МГ 1100 с дымом. То есть там дым отдельно оплачивался. Тут 640. И дым включен. Прекрасно. Давай порежем. Ой-ой-ой. Не режется. Потому что в ножке без эшка. Я боюсь его трогать, на самом деле. Эта женщина умерла. Помните новость была? Как раз она в бассейн пошла с таким сухим льдом и умерла. Я теперь его боюсь. Им обжечься нельзя? Нужно. Если ты возьмешь... Палец засуну, да? Палец засуну, если ты возьмешь и не сам лед. Леша, давай ты так не делай. А то пальцы себе обожжешь. Хлопнешь. Ты что, потравить меня подгумал? Так, ну что, собственно, приступим к дегустации. Что-то вот тут мокренько так и должно быть. Это уже нельзя есть. Так, без эшка, без эшка. Ну, все понятно. Надо сбежать с без эшки. Видишь, как это, как упавывай. Внутри мягенько. А это что? Тоже без эшка. Обоим гетофы. Там были маршмеллоу. Но похоже, тоже. Песочка. Если вы любите ореховые десерты, этот десерт нам точно понравится. Здесь не просто тундук внутри. Вот он. Мусс тоже ореховый. Мусс. 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 Музс. Мусс. Карамель. Мусс. То есть, это хрустит. Вот это тоже все хрустит. Такой он нежный. Но легким его не назовешь, ребят. Но мусс очень нежный. Очень нежный. шарик мороженого тоже какой-то как будто карамельный блин короче я не признала ребят крем-бруле мороженое она была моя любимая в детстве видимо я так давно его не пробовала не ела что уже не помню даже как на вкус кстати знаете что здесь обратила внимание очень простые бисквиты практически во всех да во всех десертах которые мы ели был одинаковый бисквит самый что ни на есть простой бисквит причем даже не классический а на масле или на молоке скорее всего на море в общем есть игру любите ореховый десерт и этот вам десертик точно зайдет по мне очень много газе а с другой стороны это такой бюджетный вариант сделать ножки шляпки и собственно вау подачу сказочного лица в ланге кафе мне кажется было оригинальные вот эти шляпки из маршмеллоу и еще этот мухомор там был двухсоставной здесь ножка это безе а шляпка это собственно ореховый мусс фундук в карамели и пролемел хочу отметить еще глазурьку вот это зеркальная видите ничего не липнет прекрасненько заходит вилочка а мы с вами за свою скажем так обзорную жизнь видели разные а зеркальные глазури которые не резались и которые липли которые были как резина здесь все хорошо понимаете чувствуется что действительно но над меню работал шеф-кондитер это ощущается вообще и в текстурах в технологии да именно рецептурах очень даже я бы сказала эксклюзивно да то есть это не видно что это не поточная история когда страдает технология чувствуется что действительно каждым рецептом работали от вкуса до подачи это жирный обычно как не любят шеф-повара общаться все-таки скромные так ребят нам крупно повезло представляю сергею шеф-кондитер и чистой линией бочки это поскольку я смотрю обзоры не все обзоры смотрю но смотрю когда вы ходите по более интересных местам мне очень понравился новогодний обзор потому что вы меня знаете я смотрю обзор потому что мне очень понравился именно новогодний потому что меня в 2 годе праздник она здесь был ажиотаж и меня самому некогда было сходить и смотреть что вообще предлагают а вот с вашего канала его посмотрел Поэтому спасибо вам. Там полностью, да. Там приятно. Так, у меня прям радость, прям как от ваших сегодняшних десертов. Так, что мне понравилось больше всего? Вообще мне понравились все десерты, начнем с этого. Ну, наверное, все-таки сфера. Хотя... Я думал, что вам понравится больше медовик, потому что вы любительницы медовика. Медовик, он вообще реально тот самый медовик. Сметанный крем, вообще никаких посторонних примесей. Здесь мне вообще показалось птичка. Нет. Потому что он такой, как суфлешечка. Ну, он похож, да, в консистенции на суфле, но... Более плотненькая. Более плотненькая, да, такая нежняшка. А, ну фисташковый тоже хороший. Он там на изомальте, действительно, Никита сказал? Там изомальта олигосахарид. Ага. Это получается сахарозаменитель с цивиллозой, с определенной составом. Да-да-да, чтобы усваивалось. А так, да, там нет белого сахара вообще. То есть там на мальтите. Кружка мне была, наверное, жирновато, что ли. Как это сказать? Сыдновато она, наверное, сказала. Да, вот особенно уже у меня он был предпоследний десерт. И я уже понимаю, что мне тяжело прям. Я уже, я просто мимо проходил, я уже обратил внимание, что там сил уже не хватает. А последний, говорю, ну там все равно, там фундук прям в карамели, правильно? И это чувствуется, хрустинка прикольная. Ну это все сказала, в принципе, в обзоре. Он тоже вкусный. В ОМГ-кафе у них тоже есть подача такая же. Кто у кого скопировал? Я могу вам рассказать, это просто история будет уже. Это достаточно такая длинная. Давайте. К нам приходил Макс Брандт. Он тоже делал независимый обзор. Но меня в этот момент не было. И ему, в принципе, все понравилось. И наши учредители решили связаться с ним. И предложили ему сделать коллаборацию. Соответственно, мы придумали два десерта. Ну я придумал два десерта. Прям под него. Мы с ним дегустацию утверждали. То есть я сделал ряд блюд. Мы с ним утвердили. Он выбрал то, что ему подходит. Как раз был сказочный лес. И у нас еще была бомбочка такая маленькая. Вы знаете, как сейчас делают торты? Да, да. В ОМГ тоже есть у них бомбочка. Но у нас был мини-вариант. И люди приходили, в течение месяца голосовали за какой десерт. И победил, собственно, сказочный лес. И вот с того момента он до сих пор у нас в меню. И когда вы пошли в ОМГ... Ладно, я видел, что гриб это достаточно уже такая тема. Все ее использовали. Особенно в Европе. Но много где я сам... А, то есть это не новое, да? Десерт в виде гриба это не новое. Но больше что меня удивило, что когда они вам сказали, что название сказочный лес. И вот это вот меня уже, я думаю, нифига себе. Тогда я уже подумал. То есть это не было, да, что кто-то у кого-то что-то скопировал? Это была конкретно ваша фантазия? Да, я не копировал, скажем, тогда никого. Я не знал, я до последнего не знал, что я только опять же с обзора узнал, что у них есть сказочный лес. Да, и у них мне понравилось в шапке один десерт, да, в мухоморе. А в ножке другой десерт. То есть это по сути два пирожена в одном. То есть прикольно. Здесь у вас в ножке безешка просто, да? Ну да. В качестве именно эффектной подачи безе классно играет. То есть быстро делается, бюджетненько. Ну да, тут играет вопрос о себестоимости и быстрая дача. Кстати, еще один вопрос. Как приходит вдохновение, идеи? Как они приходят? Потому что здесь действительно очень необычная подача, там капающий мед. То есть как это все в голове у вас рождается? Вдохновение приходит достаточно неожиданно. И в какие-то, ну, не в стандартной даже обычной ситуации. То есть нет такого, что прям сидишь и думаешь о том, что, что бы мне сделать. Оно просто черпается. Вот где-то вы что-то увидели. И если, допустим, взять райское наслаждение, десерт. Как он вообще получился? Откуда у меня такая идея? Как? У нас с Борисом варили кофе. Я попросил их сделать себе кофе. И случайно они прилили молоко. И просто молоко развелось по чашке. Я думаю, блин, а прикольно, если было вот так вот подать, залить все это шоколадом. То есть возник образ, да? И вот дальше уже пошла реализация. Дегустация и реализация. На самом деле спасибо огромное. Вам спасибо. Это прям вообще встретить шеф-кондитера. И не просто попробовать десерт, а еще пообщаться. Это прям дорогого стоит, ребята. Так что досмотрите до конца мой обзор. А Сергею еще раз спасибо. И будут новинки, мы придем к вам еще попробовать. Спасибо. Леша, я тронута до глубины. Ребят, я уже была такая уставшая после всех этих десертов. Думаю, уже такой сон и все. И тут Сергей просто дал готов свежего воздуха. Я сразу взбодрилась. И вообще, представляете, сказать человеку лично в глаза спасибо. Это дорогого стоит. Вы оценили, а? Наша маленькая интервью шеф-кондитером. Экспромт. Чистейшая воды. Все, ребят. Наелась, напилась. Можно говорить вам до скорых сладких встреч. С вами была я, Оля Сорока. Всех люблю. Гномик собирается. Все, наелась, наговорилась. Может, какую-нибудь колаву намутим? Да, сто процентов. Мы уже практически все обсуждали. Так что ждите коллаборацию. Сергей. Прибыл? Давайте без камер. Давайте без камер. Чтобы мы без камер, мы даже одеться не можем. Без камер, вы о чем? Продолжение следует.